Зачастую даже за решеткой у людей открываются таланты. Так случилось и с Мариной. Отбывая срок в колонии номер 7, она написала песню и спела ее на региональном конкурсе. По печительскому совету исповедальная композиция понравилась. Марина сняла клип прямо в стенах колонии и вышла в финал конкурса для осужденных «Калина Красная». У нас есть кабельное телевидение, где действительно силами осужденных мы монтируем фильмы, монтируем передачи, создаем сами рекламные ролики, которые потом показываем по кабельному телевидению, освещаем жизнь колонии, какие-то поздравительные программы. В этом году 10-й юбилейный конкурс проходил на родине писателя Шукшина в Барнауле. Песня, написанная Мариной, посвящена вере, которую она обрела за решеткой. Так получилось, что это то, что происходило у меня в душе. Моя благодарность творцу за то, что я жива, несмотря на то, что я в таком положении, не очень хорошем. Слова, рассказывает Марина, она взяла прямо из сердца. Для нее сейчас есть одна мечта – выйти из колонии по УДО и вернуться к сыну. Справиться с суровой тюремной реальностью помогает творчество и вера в Бога. Марина с детства занималась хореографией. Четыре года училась в музыкальной школе. Женщина считает себя творческим человеком. Ее вдохновляют песни Дианы Арбениной, Зимфиры и Военги. Выступать на сцене привычно, хотя когда поет акапелла, от нервов трясется голос. «Люшком долго было мое пустосвятое место, И я в церковь еду воровать невесту». В колонии много талантов. В региональном этапе конкурса участвовало еще пять человек. Девочки идут охотно, то есть они идут с большим желанием, откликаются. В то же время, как говорится, и мы идем им навстречу, и все, что нужно, вот именно для конкурса, для написания стихов, какую-то музыку подобрать, мы также им помогаем в этом. За каждой тюрьмой закреплены определенные регионы, из которых сюда поступают осужденные. В Ивановскую колонию номер 7 попадают нарушительницы закона из столиц. Марина Георгица – петербурженка. В родном городе работала парикмахером. Потом судьба столкнула ее с наркобизнесом. За это женщина получила пять лет колонии общего режима. Здесь она – оператор ОТК. Проверяет качество продукции, которую шьют другие заключенные. Когда ты попадаешь в такие условия, у тебя идет переоценка, переоценка глобальной ценности. То есть ты понимаешь, что ты сделал не так, где ты сделал не так, что надо изменить для того, чтобы было все правильно, да, и жить и наслаждаться жизнью. Конечно, хочется начать свою жизнь по-новому, с чистого листа, и чтобы не было никакой тени на тебе, чтобы тебя общество принимало, чтобы не было отпечатка на лице, что сидело, да. Марина рассказывает, что после софитов и красивых нарядов на конкурсе ей сложно возвращаться в колонию. Но пока у нее есть микрофон и вера в будущее, она не отчаивается.